Праздник серебряной воды разольется над Волгой и через два месяца этот международный проект придумали челнинские художники, чтобы возразить культурные традиции народов Евразии в современном искусстве. Министерство культуры республики одобрило и выделило почти полтора миллиона рублей. Источником для вдохновения и образами в произведениях художников станут народные мифы и легенды. Впрочем, их изучение уже давно позади. Сегодня в мастерских вовсю кипит работа. Финно-угорские мифы оживают в маленьких скульптурах и свистульках творческой группы Илькера из Коми. Животный мир Сивера здесь представлен во всей красе. Есть и тарелочки, календари охотника и, конечно, медведи. Ну а как же на Сивере без оленя? Они представлены в свистульках и окрашены в бело-голубую гамму. Эти цвета хоть и далеки от реальности, но очень любимы северными народами. В этой же гамме выполнены и совы. Совушка в мифах и легендах – это хранительница книги мудрости. То есть на протяжении самого создания мира есть книга мудрости. И именно сова, она хранит эту книгу, и туда делается запись. В трептихе Ранихайрулины весь путь человечества – от зарождения жизни до появления цивилизации, по сказаниям теркской мифологии. На первой картине только появляется солнце и луна, а на последней царит символ воды, как источника жизни. Ведь булгары верили, что первый человек и прародитель булгарского рода Иджи вышел из воды. И лишь потом наступил век железа. Мы, кстати, до сих пор живем в веке железа, и поэтому у нас в войне люди конфликтуют между собой, не находят гармонию, не могут любить друг друга, быть более гармоничными. Всегда находят возможность к конфликтам, и вот это эго, эгоцентризм мешает им просто жить и наслаждаться прекрасной жизнью. В поисках гармонии всегда поможет мудрость древних, а потому идея проекта оказалась настолько привлекательной не только для челнинских художников, но и для творцов из Шотландии, Швейцарии, Турции, Кабардино-Балкарии. 12 июля они представят работу в галерее Хазине в Казани, но лишь выставкой проект не ограничится. Легенды прошлого, мифы, они не превращались в экспонаты, которые пылятся в музее, чтобы они продолжали жить в работах художников, в поэзии, в музыке. Результаты творчества художников и писателей соберут в большой иллюстрированный сборник мифы и легенды Евразии. Часть работ отправится как передвижная выставка в Турцию и Украину, а часть подарит музею изобразительных искусств республики.